В ноябре 2022 года на Выборгском судостроительном заводе заложили линейный ледокол проекта 21900М2. Характеристики дизель-электрического ледокола проекта 21900М2. Экипаж 35 человек и еще до 22 человек спецперсонала. Водоизмещение около 14000 тонн. Длина 119,8 метра. Мощность грибной установки 18 мегаватт. Это почти 24,5 тысячи лошадиных сил. Ледопроходимость до 2 метров. Ледокол способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледовом поле толщиной до полутора метров, что соответствует ледовому классу Icebreaker 7. Кроме того, он оснащен вертолетной площадкой, которая обеспечивает возможность посадки в вертолетах типа К-32 или Ми-8. Проекты 21900М и М-2 являются дальнейшим развитием проекта 21900. В сравнении с ним, проект 21900М стал длиннее почти на 6 метров, получил развитую от борта до борта надстройку и вертолетную площадку, которая была перенесена в носовую часть судна и стала крупнее, получив благодаря этому возможность перенимать не только вертолеты К-32, но и Ми-8. Также у проекта 21900М мощность грибной установки повысилась на 1 мегаватт до 17,4. За счет этого скорость по чистой воде выросла с 16 до 17 узлов. Экипаж увеличился с 26 до 35 человек, а благодаря более развитой надстройке появилась возможность размещения спецперсонала. Проект 21900М2 это модифицированная версия проекта 21900М. У М-2 мощность грибной установки увеличена до 18 мегаватт, а ледовый класс с айсбрикер 6 до айсбрикер 7. Но самое важное, что ледокол заложенной Выборги почти полностью будет оснащен отечественным оборудованием. С Росморпортом на строительство ледоколов 21900 было заключено 4 контракта. Первый в 2004 году с Балтийским заводом на 2 ледокола 21900. Второй в 2011 году с ОСК на 3 ледокола 21900М. Третий в 2019 году с Пеллы на 1 ледокол проекта 21900М2. И четвертый в 2021 году с ОСК на еще 1 ледокол 21900М2. Строительством ледоколов занимались 4 верфи. Проект 21900 строил Балтийский завод в Санкт-Петербурге. Строительством проекта 21900М занимались Выборгский судостроительный завод и финская верфь Арктех Хельсинки-Шипьярд, которая на тот момент принадлежала ОСК. Ледокол на финской верфи строился в кооперации с Выборгским и Балтийским ССЗ в Клайпиде, которые изготавливали секции и блоки корпуса. Первый ледокол 21900М2 строится на немецкой верфи Пелла Зитос в Гамбурге, принадлежащей российскому судостроительному заводу Пелла. Но в 2022 году строительство было полностью остановлено и нынешний статус ледокола неизвестен. Возможно, Росморпорт передаст заказ на строительство в ССЗ, который уже занимается строительством второго ледокола 21900М2. К концу 2022 года Росморпорт получил два ледокола проекта 21900 и три ледокола 21900М. Еще два ледокола 21900М2 были заложены в 2020 и 2022 годах. Посмотрим на темпы строительства ледоколов. Наименьшее время от закладки до передачи заказчику у Владивостока головного ледокола 21900М, построенного на ВСЗ. А в целом ледоколы строились от 3 до 4 лет. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь вашим мнением, как вы относитесь к ледоколам и к освоению Арктики.